Генеральный штаб сообщает, по данным разведки, под Киев стягиваются крупные бронетанковые соединения. 17-18 декабря ожидается решающее противостояние элитных танковых дивизий. Приказ 1. Ни шагу назад. Wargaming.net и Киберарена ТВ представляют главное танковое сражение уходящего года. Впервые на киберспортивной арене 8 сильнейших танковых команд сойдутся в битве за суперкубок. Прямая трансляция на Киберарена ТВ 17 и 18 декабря. Как-то так получилось, что я понял всё. Хотя нет, не всё. Всех. Я понял всех. Всех? Я знаю больше о каждом, чем они сами о себе. О себе? Здесь эхо. Я вижу людей. Их суть. Их альтер-эго. Они больше не могут скрыть от меня то, какие они внутри. Какие они на самом деле. Неужели ты вообразил, что видишь истинное я? Вообразил? Вообразил? Причём тут воображение? Я знаю. Их истинное я. И что дальше? Дальше? Дальше я сделаю всё. Чтобы об этом узнали все. А ты готов узнать своё альтер-эго? Дальше я сделаю всё. Продолжение следует... Продолжение следует... Сайберарена.тв представляет новую игровую дисциплину Blue Lion Champions Не любишь тратить время на прокачку, убивая сотни мобов? Здесь тебя ждут бои с реальными игроками Никакого кача, только скорость, ярость и жажда крови Качай игру, собирай команду и повышай свой скилл Готовься к масштабному турниру за звание первых чемпионов арены Игрушки закончились, попробуй выиграть настоящий бой Blue Lion Champions, официальный сайт игры blc.ru Партнер дисциплины и новость из конца Ну что, мы возвращаемся в мир Доты Дота А2 Стар Чемпионшип, второй Стыковой матч Натус Винцере против Тим Шакира И вы видите хвоста довольного Ферст Пик Чен, вот хвост нам как всегда машет Передает привет всем, кто в чате Темке всем, кто в чате За спиной вы видите у него тренер Персональный, по физподготовке его Тот самый Владимир ПГГ Аносов Кстати, неясно, будет ли сегодня играть ТРМ-5 Но что-то, что-то вообще ничего неясно Ну что, вы видите, что довольно Напряженная команда Тим Шакира Раз, 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 раз Оп, оп, оп Оп, 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 нормально Более-менее Сейчас добавим, может быть Так вот, интересно, что напряженный Тим Шакира, ну, недовольные они были, конечно Вчера, когда не хватило им всего три с половиной минуты в игре против ПГГ для того, чтобы занять второе место в группе и выйти, собственно, на Исахару Попали они Попали они на НАТУ с Винцеры Ну и сегодня готовились Посмотрим, как у них Заладится игра Мы видим, что Пуджа и Фуриона они забанили Я сообщу по поводу, какое решение примут по поводу ТРМ-5 Ну, не знаю Я бы такой, чтобы на завтра все-таки игру эту передвину Как было изначально решено Но решаю не я Слишком поздно придется играть этот матч Чен, Баланар и Виндранер в пике у Нави Тим Шакира отвечает им ЦМкой, а порыщенными Бесмастером Лич Тайт, Пудж Фурион в бане Видим, что Вова там за спиной у Нави стоит, подслушивает Что-ли Что-то задумал Вова Он сейчас Нави что-то насоветует плохого Нави вылетит, он такой Ха-ха Почти топ-1 Устраняем конкурентов по чуть-чуть Антимага четвертым, третьим баном, точнее, забанила команда Нави Ну и ждем Еще два бана Почти топ-1 Почти топ-1 Почти топ-1 Почти топ-1 Почти топ-2 Редактора Продолжение следует... 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 Пять секунд осталось. Резервный час. Мирана. Резервный час. Что-то время идет и экран выбора героев у нас по-прежнему висит. Патма ласт пик у французов. Еще раз напомню. Итак. Кристалл Майден Байден и Феникс на Парешни. Фунзи у нас на Патме. Факкинг Мэтт играет на Брудмазер. И Тим Шакира Сокс на Бистмастере. Давайте поддержим команду. Тим Шакира. И против них. Дэнди на Штормшпирите. Смайл на Баланаре. Пупей на Чене. Лайт оф Хевен. Навин Раннер. И хвост на Веномансере. Нави. Ну это будет 100% веселая игра. Бест оф три напомню. Победитель попадает в полуфинале на Мау Спортс. И это будет действительно круто. Никогда не замечал, какие у него гламурные копыта. У этого Баланара. Ну что. Видите, не получилось у команд только подраться до первой секунды. Очень жаль. Вчера, кто смотрел все матчи у М5 с Исахарой, там была чудо-драка на нулевой секунде. Посмотрим, справятся ли французы с волнением. Справятся ли они со своим таким недовольством. Вчера они очень-очень там недовольны были тем, что не смогли дотащить. Вышли на Нави. Это проклятие французской команды уже. Который раз они приезжают. Который раз попадают или в группу, или в плей-офф. Сразу на Нави. И вылетают из турнира. Итак, Дэнди в миде у нас против Сокса. Шторм против Бистмастера. Внизу мы видим, что пока Смайлуха стоит на Баланаре. Ну вот выходит Operation сразу с подмой с ЦМкой на него. Здесь трипла француза будет. Смайлу будет помогать. Хвост играет на Виноманстере. Это вообще, не знаю, играл ли когда-либо Хвост вообще вот такую роль. Только когда совсем не умел, да, походу, играть. А Лост у нас на Виндранер. Против Факинг Мэда стоит на линии здесь. Ну и понятное дело, что имеется также у нас Пупей на Чене, который будет тусоваться везде, где только можно. Наблюдая всегда за французами, смотрю, очень сильно переживает Шиба, менеджер команды. Стоит он у них за спиной. Как всегда, как всегда в наушниках, как всегда с ребятами в Мамбле общаются, отдает информацию, всегда помогает. Готовились довольно серьезно французы к этой игре. Приехали они сегодня с самого утра в арену. Сидели, постоянно тренировали, сыграли несколько практических матчей с Мау Спортс. Долго обсуждали то, что они будут пытаться сделать с Нави. Понятное дело, что тяжело будет выиграть у Нави, но и чтобы выиграть, надо что-то придумать. Вот, собственно, пытались шокировцы что-то и придумать. Получится ли? Я не знаю. Сокс, Миди, левел 3, Дэнди тоже третий. Давайте крипстаты проверим. У Сокса 4-0, у Дэнди 6-6. Ну, Дэнди уже пошел. 4-3 у Ластана, Виндранер 5-2 у Брудмазер. Знаете, пока на тот 2 Star Championship не особо хорошо получаются игры тех, где есть Брудмазер. Смотрите, как Феникс пытается пупея надурить. Нет, на этот раз не получилось еще одного крипа украсть. Но хотел очень сильно. Сокс по-прежнему в миде. Здесь хвост, видите, ворды подставляет, чтобы видеть. Вот и видит как раз здесь Патму. ЦМК выбегает на хвоста. И здесь же с Инвиза. Феникс на него прыгает. Хвост дает Тайгер. Здесь же Смайл. Кого будет ФБ? Стрела заедает в хвоста. Французы пытаются убивать хвоста. Есть ФБ. Забирает его Феникс. Пытается Дэнди уйти от Смайла. Нет, здесь же помогает ему Пупей. Размен один в один. Патма уйдет ли отсюда? Да, уходит Патма отсюда. ФБ забирает французы, но сразу же разменивается. Хорошо реализовал Инвиз. Хотя непонятно почему. Потому что все-таки видели же Нави, да, что берет Инвиз у нас по речи. Почему хвост так слишком уверенно себя чувствовал там? Вова ПГГ прям как тренер команды стоит за спиной у Нави. Морально, наверное, мешает, нет? 1-1. Хорошее начало. Веселое. Треть минута. И будем ждать, наверное, экшена здесь на трипле еще больше. Смайл левел 4. Видим, есть уже деньги на урну, но нужна Кура, нужно ее как-то еще принести. Фунзи тапок на Патме. Ну и Феникс, видите, с денежками все окей. ЦМка, напомню, умирала. Поэтому, понятное дело, что там ничего не может быть даже теоретически. Продолжаем наблюдать. Что тут у Смайла? У Смайла, кажется, стоять против триплы миличника вообще не фонтан. В Машу камни не кидали, она была не фонтан. Вот так же и Смайл не фонтан. Видим, Крипстат 10-1. В принципе, очень неплохой. Дэнди 22 на 10. 17 на 4 лост. Вообще отлично. В то время как у Сокса всего 12-0. Под мы 16-4, 19-5 у Бруды. Просто шикарно все получается у Нави стоять на линиях. Здесь вы видите Фокинг Мэтт, 5-й левел. Лост против него тоже довольно уверенно. Тапок Базилка, 200 голды. Бруда, мы видим, пока ничего толка. Просто 1000 голды нафармила. Вот прибегается до Фунзи и видит, что здесь хвост запулил. Будет пытаться как-то мешать. Попробуй помешать. Здесь хвост вардами фармит дабл спаун крипов. Еще и запулил сюда крипов с линии. Тем самым дает шанс Баланару получить побольше экспы до первой ночи, которая начнется через 40 секунд всего-навсего и заработать немножечко денег. Смайл это дело любит. Прилетает ему урна. Будет тапок до ночи и будет опасно. Лост левел 5. Хвост левел 3. Лост хвост пёс. Так будем называть. Пёс лост хвост. Пёс левел 4. Притягивает Сокса здесь в миде. Дэнди пытается убить Бисмастер. Бисмастер не ультанул и убегает. Убегает все-таки Сокс на лоу хп. Тут же подбежали его тиммейты, ему помогать. Хорошо Дэнди затягивал, но Пупи и не смог там ему помочь убить Сокса. Сокс 6 левел. И вот мы видим, что Дэнди бежал быковать, но что знал, что Пупи его уже трепашит домой. По-прежнему по одному счёту и имеется у нас первая ночь. Имеется у нас первая ночь и Смайл. Теперь полноправно будет действовать. Феникс левел 3. Левел 3 также ЦМка. Миде Бисмастер на бандере гинился. Тогнал его там в принципе. Дэнди врывается, Дэнди сюда на Феникса. Здесь же Смайлсон виза. И совсем удачно, потому что в ту же секунду делает ТП Сокс. Дэнди потратил много маны. Не получилось. Задумка была хорошая. И я уверен, что Сокс не специально в эту же секунду ТПшится. Просто он должен был и так ТПшится. В тот момент. Ну и в миде такие интересные этот танцы. Патма фармит. А здесь, видите, хвост вышел на линию по фармит. Мы наконец-то дали мне поделать то, что я умею лучше всего. Пауза у хвоста. А, у него кнопка. Кнопка от клавиатуры, вы видите, завалялась в сумке. Вот он ее достал. Наверное, какая-то очень важная кнопка. Кнопка убить или кнопка фармить. Да, кнопка, наверное, фармить у него вылетела. Такие они. 7G клавиатуры от Силсириас. Иногда куда-то съездишь, потом в рюкзаке перебираешь эти кнопочки. На Баланаро. Смотрите, Сокс ночью еще умудряется нападать. Еще по-прежнему единица у нас на табло. Бруда. Ого. Вы смотрите, через облик. Вставь без тапка. Интересно. Интересное решение. Конечно же, против Дэнди сразу. Лосс. 7-й левел. Ну и первая ночь уже идет активно. Но пока хвост ловит 5-секундную. Фунзи здесь. Старфол. И хвост не уйдет. Или уйдет. Отпивается. Неужели уйдет? Да уходит хвост. Стой лол. 6 хп. Тем временем в миде. Минус 2 делает команда Нави. Нави. Дэнди. И еще одна тычка все-таки переключается. Переключается. Тауэр на Савинове Медведя. Дэнди выживает. Неплохую стрелу дал Фунзи. Попал в хвоста. Но не смог его добить. На 6 хп ушел в живых у нас хвост. Ну и в миде. Есть первые киллы для Дэнди. Есть первые киллы для Смайла. 3-1 Нави. Пошла 9-ая минута у нас. Лост. Тапок Базила. Хилик Слейф Тангусики. Сокс. Сокс еще по-моему у нас. Один раз только умирал. Два раза умирал Дэнди на СМ. Мы наблюдаем дальше здесь за Брудой. Потому что Бруда пока фармит довольно-довольно активно. Такие 51 на 5. Видите, Крипстат. Больше уже, чем у Дэнди, который начал летать. Там 36-17 у Дэнди. 42 на 9 у Ласта. Ну и нормально. Тут у Фокинг Мэда получается пока с фарма. Гламурных таких футболках Тим Шакира. Черные футболки с розовыми надписями. Шакира. Я говорю, оставалось только попу нарисовать. Хипс Донт Лай. Написать хвост. Левел 4. Тапок Базила. Бланар. Левел 7. Урна 3 заряда. Тапок 700 голды. Стик. Чен. 6-й левел. И тоже тапок. У Ласта отлично все. У Ласта 1000 голды. Фейзы. Есть также Базилка. Кангусики и так далее. Пада врывается сюда. И в тот же момент Ласта начинает грыть. Дэнди практически без маны. Бьет. Бьет СМ. СМ выживает. Дэнди отсюда улетел. Интересно получилось. Потому что французы собирались нападать на Ласта. И Дэнди в ту же секунду налетел сюда. Не знал, что он тут настолько много народу. И они уже начинают нападать. В итоге пришлось ему уходить отсюда. Десятая минута ровно. Что здесь? Здесь хвост напрягает. Патму. Смазь 7-й левел. Хвост 5-й. Нормально. Сокс. На него нападает Баланар. Сокс ультует Баланара. Начинает его в соло бить. Чен Хилл. Дэнди через полкарты влетает. И Баланар все-таки остается в живых. Убегает отсюда. Сокс. Дэдэ. Пытается его догнать. Тут Кабан тут еще рядом. Да. И тут просто с трех сторон. Изничтожает Бисмастера. Ну нападать на одного. Была, наверное, очень не совсем хорошая идея. 4-1 Нави. По чуть-чуть, по чуть-чуть зарабатывает преимущество наши парни. А французам становится тяжелее и тяжелее. Лос по-прежнему стоит свою сложную. Уже 9-й левел. Видите. Все у него просто прелестно. На 55 на 9 Крипстат. У Бруды 70 на 5. У Бруда-то. Второй. У Бливин Став. Нормал Джан. Нави не забрали пока ни одного Тауэра. Ну это, походу, собирается сделать это впервые. Искусственная ночь от Смайлухи. Вместе с ним Хвост. Хвост 6-й левел. Смайл. Побежал на Патмуна. Разворотник. Начинает его бить. Здесь Ворды. Хвоста. И Сокс здесь тоже рядом. Ну и разбегается. Все-таки Нави. Не хотят они прямо сейчас драться. Понимаешь, что довольно опасно. Мидя. Дэнди. Бьет вышку. Дэнди. Напал здесь на Сокса. Притягивает его. Побьет немного. Но надо улетать. Потому что опасно здесь оставаться. Вот то, что нет Сокса, дает сигнал здесь Хвосту. Потому что можно подойти под Тауэр. Кого это Арканбусы? А, уже у Пупея есть Арканбусы. В хвостах Эдрес. Смотрите, французы решили все-таки выйти из засады из-под Тауэра. И не заставлять, только ждать. Так. Хвост в слове. Патма его нарезает. Здесь же Чен помогает. Словно Чен. А Патма настреливает. Есть хвост. Ультимейт. Даггер. Здесь что стоит в стане? Здесь Фунзип. Потому что Пупея его застанет. Сетка еще. Патма прыгает. Сетка видите, как растянулась. И все в рассыпную. Пеникс отдается. Пеникс отдается на ровном месте. Ну а здесь убили Брудмазер. Здесь убили этим временем Брудмазер наверху. Смайл и лост. И еще становится 6-1. Ох, тут хвост не попал. Чуть-чуть ему не хватило. Попал бы Даггером. Было бы больно. Сох, спину хвосту забегает. Культует. Хвост отъезжает здесь. Или нет? Нет, все-таки отъезжает. Забирает его Бестмайстер. Второй кин для французов. Наверху здесь видите Тавр забирает лост и смайл. Десятый левел у лоста. У смайла левел восьмой. Дэнди под Тавром. Прямо Бестмайстера тут наказал уже. И начинает Дэнди уже делать то, что он любит больше всего. Летать, убивать. Тапок тысячи голды банка. Два нуля у него имеются. Чен ничего. Тавр наверху упал у команды из Франции. Ну и мы можем посмотреть сейчас, что Нави. Вот вы видите, как пошла кривая вверх. Почти четыре тысячи преимущества по фарму украинской команды. Еще раз напомню. Так, Хвост забирает Тавр в миде. Ах, Крепы забрали, не Хвост. Так вот, напомню, что победитель этой пары попадает в полуфинале на Мау Спортс команду. Так что Маузы, я думаю, где-то в зале наблюдают эту игру. Скорее всего. Итак, 7-2 счет на 15-й минуте. Пока Нави чувствует себя вполне комфортно в этой игре. Французам надается очень тяжело. Так, мы видим, что здесь бисмастер был инвиза. И зря, наверное, все-таки. Что инвиза связал, как нос здесь под муну. Все равно далеко. Но Дэнди, где он сбрил СМ-ку? Где это вообще было? Да, вот сюда в спину забежал Дэнди и сбрил СМ-ку. Которая бежала к своим, помогать к дефе Тавара. Но не добежала. Восьмой килл команды Нави на 15-й минуте. Ой-ой-ой, Пупей сейчас потеряет немного своего войска. Да, теряет только волка. Но все равно потеря есть потеря. Опа, тролль. Мешает еще. И тут же Урс. На этот раз не связал хвост. Потому. Но тут-то играет все-таки. Так, зацепили. Феникс обрывается. Здесь Смайлуха. Пада. Ох, минус Феникс. Как быстро Дэнди это все сделал. Виндрата забрала килл. Смайл в колбе. Оль, тут же Стан, Смайл. Отъезжает в таверну. Оль, как отличное ТП здесь от Бупея. Минус Сокс на Бисмастере. И пытается под Ма погнать ласта. Бупей, как всегда. Сейвит просто нереально. 10-2. Тавар по-прежнему стоит. Но на дефе этой вышке французы довольно много потеряли. Фунзи. ПТ-2 в райсбэнда. Вонт. Дэнди. Три ветки. Парэйшин. Тапок. Вонт. Бруда. Мы видим, что практически есть у него Аршид. Вот он, есть уже. Аршид, Тапок и Базилка. Сейчас Дэнди будет не так весело. Прыгать. По-карте. Так. Смайл. Девятый. ПТ. Урна. Мэджик Стик. ТПшка. Пойнт Бустер. Хвост. Девятый левел тоже. Хвост. Пойнт Бустер. Хедресс. Базила. Бутсов Спид. Вонт. Нормально. Чем все остальное купит? Я оформлю. Все отлично у хвоста. Вообще все прелестно у него. 61 на 3 Крипстат. Больше, чем у Баланара. Нормально. Нападает на него. Здесь Бруда вгрызается вместе. Стойк сам. Хвост. Пытается что-то сделать. Но он в Сайленсе и минус хвост. Брутмазер забирает килл. Сразу же заберут Тавер французы. Вряд ли что-то сделать здесь. Наверное, понятное дело. Падает первый Тавер Нави. А, нет. И Спортификация еще. Тавер упал. Дэнничик. Тапорану. Полипсу получил. Дэнди, вы видите, тоже Сабливин Став. Паузу ставит fucking mad. Что-то там пишет. Что-то у него там с графикой. Менеджер французов пришел. Так непаленно сделал вид, что на графику смотрит. Запалил, где у Нависта и отварды. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. умирала. Так вот, проблема в том, что некоторые анимации, тычки и так далее не работали. Ну и французам это напрягает. Нави сказали, что им вообще все равно. Нет, так нет. Решили, что сейчас будет доигранная игра до 18-й минуты, а 15-й секунду. На этом будет поставлена пауза и попробуют один по одному те, у кого глюки, сделать реконект с закрытием доты. Если это поможет, то игра после этого продолжится. Если нет, сделаем мы лоуд. Ну, я думаю, поможет. Нави забирает тауэр. Пытается забрать. Сох, в спину забегает. Полетели топоры. Не знает, кого ультовать. Здесь же Патма, Сайленс, Ару, мимо. Так, ух ты! Толкнули вперед здесь Пупея. Пупей выживает. Пытается уйти отсюда. Ультопорейшина не точно по Пупея. Цепанули Смайла. Смайл умер. Смайл умер, но Пупей ушел. Дэнди! Дэнди сюда врывается. Получает от Феникса тут же... Ух, да ладно. Дэнди тут надо быть поосторожнее все же. Что мог полечь? Феникса убивает виноматер. Хвост ультует по троим здесь. Отлично делает даблкил. Хвост дерется с потной. Хвост сейчас сделает триплкил. Хвост делает триплкил. И тут пытается уйти еще Сокс. Хвост делает ультракил. Вот это да! Но сам умирает. Гордой смертью чемпиона. Он даже виноматером, который бегает, пулит леса, умудряется ультракилы делать. Что за человек? На месте Мау Спортс я бы сегодня проследил за ним. Кричит вот этот пузатый паренек, которым играет Дэнди. Такой же довольный. 15-5. Ровно 20-я минута. Ну и французам сейчас будет очень тяжело. Казалось бы, убили Баланара. Но каким-то чудом вот так вот сюда зашел хвост в спину. И здесь уже началась дискотека Байхвост. Что там у него-то по айтемам? Тапок, ХДС, Плака, Базила, Пойнтбустер. 11-й левел, хвоста. 11-й также у Баланара. ПТ, урна, Пойнтбустер, Стик. Самое интересное, что после презентации, которая была передача матча, смотрю даже отсюда. Видно, что уже на нескольких компах играют Белцы в арене. Сокс, 11-й левел. 10-й функции у Патмы. Купился я Блэйд Фалакриди. У Сокса ПТ, Банка, больше ничего. Феникс, мы видим, Тапок тоже ничего. ЦМ, понятное дело, что у него ничего и не может быть. Ну, весь расчет на Бруду, на Бруда. У ПТ, Аршид, пока есть Митрилхаммер, есть Базилка. Будет БКБ в следующем айтем, скорее всего, где-то потом. К1-1 стат и 186 на 5 Крипстат. В 21-й минуте 186 на 5. Вот это да. Надо столько нафармить. Вообще нереально. Нави подходит под Т2 Тауэр по Миду. Пока это только Смайл и Пупей. Вторая ночь. У нас идет... О-о-о-о-о-о! 5 секунд Пупея! Ульта Порейшина точно туда же залетает. Пупея хиляется под ультом аппарата Отличный хил Дэнди Полетал Сокса связали Дэнди будет ли его бить? Нет Получает этот тавер, но и пока все живы Смайл вошел на Сокса Сайленс тут же Сэмка нову Патма пытается улететь Феникса зацепили Феникс сейчас умрет Дэнди умирает Пытается убежать Отсюда Фунзи убегает Сокс Отдается Баланару И тут проблемы у Фунзи Будет он делать тп аут? Нет От хвоста не убежать Бруда в Сайленсе Бруда в Сайленсе И на базе прямо убивает Бруду Первый раз она была в драке Минус Брудмазер Размен 2 в 3 Пользу команды Натус Финзера И забирают они еще и Тауэр Доминейтинг у Ласта Худу Виномайстера Будет Пайп скоро у хвоста Хвост 5-4-6 3-1 Дэнди 4-1 Попей 4-0 Ласт 2-1 Смайл Ну и 18-7 В пользу Натус Финзера идет Счет на данный момент в этом матче Так мне по прежнему так никто и не сообщил Менялось ли расписание или не поменялось Будет ли сегодня сыгран полуфинал первый или нет Или уже слишком поздно Сообщите мне кто-то пожалуйста Товарищ Дэнди сюда вошел А Дэнди смотрите Ой-ой-ой-ой-ой Вот это да Дэнди Не поздоровилась с таким врывом конечно Более всего радуется что самое интересное М5 Даже не французы Они понимают что им и так тут наверное беда Бруда Бруда за 200 уже перевалил Крипстар Продолжает грызть Пока кстати это ей не особо помогает Вот когда будет БКБшка Может быть будет повеселее Кстати что у Дэнди по этому Или он там Нинджа стайл Дота плей У вас там мы видим Пайп Здесь Мекка Пойнт Бустер И Аркан Буцы Виндранер Почти Хекс Форста Фэйзы Почти Хекс У Ласта Нереально просто Вы видите Фортификейшн Сделали И Дэнди вниз прилетает Фармить Потому что сюда все подошло Опа Бруда Свет Дэнди решил Да ну его Улетай я отсюда Француз забирает Тауэр Нанизу Забирает его Бисмастер На топе Пушит Ласт И есть у нас битва Что летит Летит Ароу Ароу летит Летит туда куда надо Цыпанули одного хвоста Хвост успеет ли ультануть Хвост ссадится Минус хвост Здесь Дэнди раскостовывается Ульта по рейшн Облетает Никого Толкком Бруда Пытает сползти дальше Пока убили одного хвоста И что В рассыпную Ласт наверху Минус Тауэр Тем временем Здесь Баланар Ворвался Затянули здесь ЦМку Пытается ее избивать Ой-ой-ой-ой-ой-ой Кажlet Баланар Прилетел Ласт Прошивает Отлично Врывается Дэнди Минус один На Феникса Феникс, да ладно Не, Феникс таки умирает Минус 2, Брудмазер тем временем даблкил Брудмазер, Дэнди Тут без маны, Сайленс, Брудмазер Подмаз забирает этот килл Остается один лост 4 в 2 выиграют французы Лост, Виндран, бежать Ну, не так просто Лоста не разведешь такими стрелами 20-12, французы подсобрались Французы подсобрались И будут забирать Т2 Тауэр Скажу вам по секрету, наверное, и заберут Вот вам и Бруда С БКБ Хвост Хвост подставляется, ультует под Бруду Бруда просто бьет Тауэр на тупняке, да Ну и уйдет отсюда А зато сейчас все это вылежит По одному ХП у всех, да? У всего по одному ХП Тогда дай даггер уже А, нет даггера, вот беда О, с левел 14 Купил уже Оггерклаппойнт Бустер Будет делать все-таки Аганим Лост, наверху подпушил Есть уже капуста на все, что хочет 3-800 у лоста, будет хекс Ну и знаете, то, что француз загрызается Это, конечно, очень круто Опа, врывается Дэнди Ух, как связали здесь Сокса Моментально ульта поречь на минус Сокс Отлично тут разорвали Просто Дэнди на тревелах влетел Ну и шансов Бесмастеру не оставили Ну и ждем дальнейшей активности от Na'Vi Панда на Патму притягивает Здесь Сайленс Фунзи умирает Боже, как же подставляется здесь Французы на равномесе Бесмастер, байбек Что у Патмы его, наверное, нету И надо что-то делать Пайп и Тауэр падает Т3 Бесмастер, Дэнди ультует Здесь же Бруда, Дэнди улетит Джеб плюет в него Нет, Дэнди не улетел Смайл Колбу, Смайла Проблемы огромные Ультаппарата Минус Смайл Ну вот Прилетела Бруда И опять здорово Опять минус 2 Ну 2 на 2 считай, что Теряли потом Бесмастера, Бесмастер, байбек 22-14 Без ульта Бесмастера Тут было тяжело было бы Что-то сделать бы Боже, сколько бы В этом предложении Мне бы поменьше бы говорить бы Нет, Стайкл Гонит Беса тут Товарищ Синдорен Ой, ну Сокс Ну опять Встрял Вы смотрите Здесь лофт Ну и тут Соксу Никак не уйти Наверное Или не уходит Прошивает Еще под мас Прятал Ну а могли Бесмастера убивать Ну видим, что Хвост и Ченнесс Формят Дракошек И минус Рошан Бруда забирает Аэгис 22-14 Игра становится Интереснее Брудмазер Мы видим, что По деньгам Более-менее Купилась Яглсон Ну а например У того же Дэнди Что не появляется Есть Иганим У Баланара Хвост Тоже делает Иганим Часто Ищу с копейками Он будет Лост Есть у нас Овца Есть у нас Форстав Есть Пойзы Вот эти бинды Которые вы видите Не переживайте Это не так У игроков Забинджено Это у меня Так забинджено Как-то По-рагульски Согласен 2-3-5-6 Ну то такое Это же я Мне можно Ну что Аэгис У нас имеется У парней Из Франции Какой-то Невероятный Крик Пусть зала звучит Наверное Пойнтбланкеры Жарят Феникс 11 левел Два брайсера Главное подольше жить Дэнди Собирает тоже Аршид Левел 16 Поймал здесь Птичку От бисмастера Пупея Заметили И Пупея Вы смотрите Подплощили Патма за ним Отлично У Патмы Вы смотрите Диффужуал Блейд И Пупея Ничего не может сделать Залетает в него Ульт минус Опа Дэнди Поймал Феникса Летает здесь Туда назад Решил что Не стоит Ввязываться в драку 22-15 7 фрагов Всего преимущества А не забываем Что лост Оверфарм Да и неплохой хвост К тому же с гемом Дэнди Вошел Феникса Только Феникса Одного оставили Дэнди тут же Опа Заканчивается Манау Дэнди Ой лол Встряет Даня На ровном месте Разменивается Просто на Феникса Минус Сопарей Минус Сделал минус Сопарейшн А Сам встрял Вот это не совсем Пофиншую Сейчас получилось У Нави И французы Будут подпушивать Здесь второй Тауэр Стоит здесь Вы видите Просто тупой Убьют Тауэр Хвост Чуть не поймал Такого леща Пятисекундного Все таки Увернулся Т2 Тауэр Француз забирает Дэнди не будет Еще 30 копейками Секунд И все Т2 Тауэра Уже забрали Француз здесь Лост Уже видите Куда подпушил Ну и не сказал бы я Что у Нави Имеется Какое-то там Тотальное Сильное Большое преимущество Искусственная Ноча от Смайла И пошла погоня Смайл Ну да Вон тут Правильное решение От Фунзи Лост Купился Демонедж После этого Ух Та же будет Отстреливать Куски Лост Врагов Феникс 12 левел ПТ 2 брать Это конечно же Носил Факинг Мэд Какой кристалл Ой какой кристалл У этого Средина Факинг Мэда 267 на 5 Вот это просто Потому что он Начал там ТПшиться Бегать со своими типами Драться А не просто Фармить Да И на 33 минуте Вы знаете Уже Важность там Баланара Не настолько Велика И по моему Впервые На моих глазах Что-то там Навис с Баланаром Не особо могут Сообразить Что-то сверхинтересное Ну и быстро Вынести врага Вперед ногами Так сказать Все-таки Настрой французов Сказывается Начали плохо Но Настройные они были Просто нереально За свои деньги Ребята приехали Это можно понять Сокс Опа Саленс На Ласта Ультимейт Ласта Тут же Ару Как сбрили его Моментально Просто в секунде Изничтожили Диму Если у Ласта О боже Там нету денег На выкуп Да ладно Да ладно Фортификейшн юзают Нави И 4 в 5 Им придется Дэпиться Крипы Поумирали Дэнди Дэнди Вошел Зацепил Суэмку Получается Тут же кучу дэм Залетает Ультапарата БКП Включила Бруда Цепляет Смайла Смайл Вот она Бруда Будет Будет Рэмпыч Нет Если убьет Дэнди Оставляли ему Но Виномайсер Забрал Килл Минус 5 От Нави Как казалось Близка Победа Французов Убили Ласта Нет Байбека Зацепили Смайла Убили И казалось Просто Отойди Убивает Товара Ничего не сделают Нави Но Дэнди На шторме Не прощает Откуда у него Столько маны То было Что он летал Туда назад Вау Сколько парейшни Сюда прилетают Толпу 28-18 Ни Нави Ни французы Сдаваться Не собираются И ничего в этой игре Еще не ясно Нави Заходят на ХГ Бруды не будет Еще 28 секунд Есть Фортификейш Потеряет Скорее всего Мид Французы Боятся Они драться Без бруды Бруды Байбека Нету Да Бараки По миду Французы Потеряют Дэнди Ворвался Но он никого Не достал Далеко Бесмастер Топоры Тут же Сайлс Смайл Слишком далеко Ультанула Патма Никого не видно Дэнди Здесь в колбе А ультапорейшна Залетает Залетает В принципе Отлично Просто ультапората Все живы Бесмастер Бесмастер Отодвигает хвоста Ультует хвоста Здесь Отличный ультимейт Это ЦМ Я думаю Никто не ожидал Настолько Серьезного Сопротивления От команды Тим Шакира Хотя Подпушили тут Французы Немножечко ленью Далеко Ему ходить Нельзя Но в принципе 37 минута Минус 1 барак Это важно То что тут Тауэр битый Это конечно Хорошо Но он просто Битый Чен Чен мы видим Будет Стоун Купил Пойнт бустер Что-то Непонятное Смайлух КБ Будет делать Лост На демэдж Паковаться И вот это Очень важное Приобретение Усилок Покупает Сехвост И еще Покупает Зеленый Зеленый Посох Чтобы было Непонятно Ребят Зеленый Посох Парэйшн С драмом Бруда Пока Ничего Нового См Кому видим ПТ на силу Два Брайс Патма Есть Яш Радиент Курьер Где Каким чудом Таким Нави Где-то Потеряли Свою Куру И было Ли что-то В ней Ну и Затищи На карте Одни Боятся Другие Все боятся Всех Так сказать Жаль Что французским Фанатам Что они Реализовали Они Вот этот Хорошо Начавшийся Пуш У них Бруды Было Эгги Сказалось Вообще Все Шоколадно Ласта Нету Но все же Ульт без Мастера Стоит Иногда Ее Затни В первый Попавшийся Случай Немножечко Преподождать Вруда Паучка Мы Видите Пуш Смит Ну и ждем Активных действий 38 минут 58 секунд Сыграли уже Команды Вот она Бруда Казалось Что она Здесь есть Хекс От ласта Ультует Хвост Ультует Хвост Все Бруду Здесь ульт Аппарата Залетает Хвоста Пытает Выбить Бруда БКБ Вгрызается В смайла Вгрызается В Дэнди Отжирается Патма Минус Сталкер Дэнди В инвизе Сейчас умрет Сокс Сокс Умирает Патма Нарезает Хвоста Хвост Тоже умер Размен 3 в 1 Едва живые Лосс Здесь И пупей Выкупается Дэнди Выкупается Дэнди 3 в 1 Выигрывает Драку Французы И отходят Они Заставили Убить Дэнди Ого Не сдаются Шаки Ромены Может им На всю Включить Что-то Там Вака Вака Я бы когда-то Включал Гимн Франции Когда они Играли Против Мапхакеров Из ФМ Чтобы они Побыстрее Их снесли В стриме Ничего не помогло Они все равно 75 минут потели И ничего Так не сделали Дэнди После байбека Видимо Надо будет Ему еще Подфармить Немного Ну и кулдаун Не забываем Байбек для него Сейчас 1300 стоит Аршид Буссов Тревел Банка Мэджик Вон Больше ничего Нет у Дани Купей В прошлой драке Выжив Минус второй Рошан От французов И Бруда С Аэгисом Ну Мид Понятно Что пушится В их сторону Постоянно Что это за Мода-то пошла Объясните мне Такая Это наверное Вопрос больше К ласту Он это начал И потом все начали Масса вопросов К ласту Ласт покупает Вид Вы видите Что покупает Ласт 31-25 Все 6 фрагов Преимущество Команды Натус Винстер Ну да По товарам Счет равный Ну точнее 7-6 В пользу Нави Но Нави Били еще Один барак Так что Преимущество В игре У них имеется У них имеется Оверфарм Ласт Неплохой Дэндит Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан Хвост Знает Как выстраивать Просто Непроходные Непроходные Хайграунды Байхвост Да Тяжело Зайти на Такое ХГ Понятное Дело Варды Постоянно Мешают По 38 Там Дамажит Неприятно Если У кого-то Из Нави Да Есть Мы видим Тут у хвоста Все что надо Ну и не решились Пока на пуш Ребята Из ним Шакира Whenever Wherever Смайлух Левел 16 Ничего нового Нави Пес Point Booster Огр Клаб Войтстоун Мека Аркан Букси Французы здесь Пытаются цепануть Здесь одного Кентавра Было бы неплохо Его убить Кабан его засловил Опа Ворвались на Бруду Если Бруда умрет Будет беда Бруда теряет Таэгис На ровном месте Просто Хвост Здесь сультанул Сокса Сокс 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 Бруда Бруда Вгрызается Здесь Бенди Начинает Его грызть Там убили Тем временем Сокса Бруда Сейчас еще раз Поляжет Да Бруда все-таки Выживает И навис Здесь разрывает Просто Французов 4 в 0 Минус Аэгис 5 в 0 Что здесь Делала одна Брудмазер Я не понимаю Французы Проигрывают Драку Практически Не нанеся Дэмэджа Ну и Наверное Это ГГ Бруда С Даггером Такая Модная А это Она с Даггера Туда ворвалась Кому-то Убивать Феникс Выкупился Чтобы хоть Как-то Помогать Лост Пытался Связать Сайленс Есть Хекс Культ аппарата Не точно Бруду Грызут Бруда Сайленс И тут бегает Не знает Что делать Падают Бараки На топе Сейчас будут Падать Точнее Тауэр Жил 48 хп Феникс Бойт получает Панда Влетает Минус Феникс Забрал Нави Хворост И на бруду Дэнди Затягивает Ее Сайленс От бруды Минус Факинг Мэт Поздно Здесь Ультанул Сокс Ульта От Виномансера И убивает Также Сокса Здесь Бруда Вгрызлась Дэнди Дэнди Еще с маной Что же Последние Моменты Игры Понятно Что тут уже Добивают Бруду Как хотят Нави 45-я минута Французы Дрались Очень хорошо Немного Им не хватило Чтобы Стащить Этот первый матч Казалось Некоторые моменты Что вот-вот Еще чуть-чуть И Выиграют Французы Снесут Они Одну Две Стороны Но они пишут Гагэ Нави выиграют Первую карту 1-0 Падает Трон Ну и буквально После 5 10-минутного Перерыва Начнется у нас Вторая игра Этой Серии Твостыковочного Матча Нави Против Тим Шакира Счет 1-0 Далеко не Разбегать Счет 2-0